Кика обычно ассоциируется с передачей для маленьких про голубого кролика. В этот раз детям решили рассказать историю Мальвины. Нет, к сказке «Золотой ключик» она отношения не имеет. Мальвина – немецкая 16-летняя девочка, которая нашла своего принца. Беженцы из Алеппо по имени Диаа. 24 минуты детям, а целевая аудитория канала от 3 до 13 лет рассказывали счастливую историю любви. Мне нельзя носить короткое, только длинное. Это означает, что платье можно только по колено. И это все, и не короче. Я не могу принять, что моя женщина так выглядит. Это очень сложно для меня или вообще для арабских мужчин. Она больше не ест свинину, хотя ислам не приняла. Ей вообще теперь многое запрещено. Но интернет взорвало другое. В аннотации к документальному фильму «Бородатому мальчику из Алеппо» всего 17. Мне нравятся такие сведения о возрасте. Жду не дождусь, когда на меня уже кто-нибудь с бородой из колясочки посмотрит. Это путешественник во времени. Бежит оттуда в 25 лет, а когда попадает сюда, ему уже 15. Стали выясняться подробности. В другой телепередаче того же канала, как отмечает издание «Бильд», Диаа представился Мухаммедом и сказал, что ему не 17, а 18 лет. Сейчас выпуск передачи «Кумер Кастен» с его участием недоступен для просмотра. А в описании фильма о его счастливой любви внесены правки. Теперь Диаа или Мухаммеду уже 19. Телеканал признал, ошибка вышла. По факту получилось, что детское телевидение в качестве примера ставит отношения несовершеннолетней с совершеннолетним. Резко на фильм в соцсетях отреагировал политик от правой партии «Альтернатива для Германии» Дирк Шпаниэль. Он назвал его опасной пропагандой государственных СМИ. Чуть позже высказался депутат Бундестага уже от партии Ангела Меркель Александр Краус. Фильм больше не должен транслироваться и показываться. Он не педагогичен, особенно для детского канала. Телеканал «Кика» наступил на больную мозоль. Лишь недавно страна узнала 17-летний беженец из Афганистана Хусейнка, что убил и изнасиловал во Фрайбурге студентку Марию Ланденбургер. Не просто совершеннолетняя, ему, по словам родного отца, 33 года. А прямо под Новый год в городке Кандель произошло еще одно убийство. В магазине была зарезана 15-летняя школьница Мия. Убийца тоже якобы несовершеннолетний соискатель статуса беженца, с которым у нее был роман. Якобы потому, что есть сомнения. Проблема на самом деле серьезная и несколькими случаями не ограничивается. В Саксонии проверили 80 несовершеннолетних беженцев. Из них 40 на самом деле были старше 18 лет. У нас есть основания предполагать, что половина из 50 тысяч несовершеннолетних беженцев, которые находятся в стране без родителей, намеренно занижают свой возраст. Еще два года назад, в 2016-м, о великовозрастных детях из африканских стран и стран Ближнего Востока писала британская пресса. Вот статья Daily Mail. Все это дети, которые попали в Британию из лагеря беженцев во французском Кале. Фотографии прогнали через программу компьютерного определения возраста. Результаты шокировали. Влиятельное немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung на днях опубликовало статью под заголовком «Бородатые дети» про 19-летнего парня, который ходит в школу, бьет 12-летних одноклассников и продает наркотики. В школе, в свободное время, в местах встреч молодежи, где угодно. Если мы не знаем, сколько людям лет, мы не можем сводить их вместе с несовершеннолетними девушками и должны особо за этим следить. Прикидываться несовершеннолетним, оказавшимся в Германии без родителей, для подавшего заявку на статус беженца, банально выгодно. Иное отношение власти тратят на такого мигранта свыше 5000 евро в месяц. В два раза больше, чем на взрослого. Более мягкое или же вовсе отсутствие ответственности за нарушение закона. По статистике, до 90% таких несовершеннолетних мигрантов мужского пола. В основном это выходцы из Сирии, Ирака и Афганистана.